Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Или понимает как-то приват. На самом деле там достаточно четко и ясно можно изложить эту философию, особо не прибегая к теменнам самому Канту. С чего начинается критика ищества разума? Критика ищества разума начинается с постановки вопроса. Кант интересно ставит, я вам первый этот вопрос ставить именно так, интересно ставит вопрос опознания. Он говорит на самом деле, что вот успехи математических и физических наук показывают, что метафизика должна последовать их примеру и исследовать возможность оприорного знания. И он рассматривает постановку вопроса о возможности оприорного знания как опернянский переворот философии. Он напоминает, что Коперник в свое время представлял о том, что звезды движутся относительно Земля, а вот Коперник первый подумал, а не получается ли так, что Земля движется относительно звезд. И вот точно так же он предлагает рассматривать вопрос опознавания следующим способом, что всегда думали до него, что наши способности должны... Солнце движется вокруг Земли, а потом получилось наоборот, что Земля движется вокруг Солнца. Это правильно просто. И я теми словами, какими, собственно, кампами это высказал. А он так сказал? О звездах, да? Да, он о звездах. Поэтому я как бы просто следую букве кампы. Хотя на самом деле это, точнее, более правильно действительно, потому что Коперник предложил о том, что Солнце... Не Солнце движется вокруг Земли, а Земля движется вокруг Солнца, да? Надо сменить точку отчета для того, чтобы понять механику небесного движения. Кант тоже ставит вопрос следующим образом. Считалось, что познавательные способности должны сообразовываться с вещами. Но он предлагает рассматривать вопрос иначе, что сами вещи должны сообразовываться с познавательной способностью. И, собственно, в этом он видит возможность априорного познания. Ну, поскольку, как бы, наша активность определяет, как вещи выглядят для нас, да? Как мир для нас представляется. Наша активность определяется этим. Он считает, что он этот вопрос ставит и называет трансцендентальным такой проект и, собственно, его исследует. Вот мы сегодня будем разбираться с трансцендентальной эстетикой и попытаемся понять, на самом деле, какие там есть проблемы и как, собственно... И еще состоит, собственно, логика самому исследованию. Кант начинает изучать, вот, прежде всего надо, как бы, согласиться в терминах, да? Как, на самом деле, следуя аристофельской философии созерцаемой. То есть вот ту картину, которую мы видим и представляем перед собой, да? Он расчленяет, согласно, как бы, терминам материи и формы. Ну, это естественные термины, да, взятые из аристофельской философии. Вот есть, как бы, материя, есть форма. И, по его представлениям, форма – это есть то, что лежит на стороне сознания, естественного, да, на стороне субъекта. Ну, а материя – то, что дается. Почему-то материю он так же называет ощущениями, да, как бы, это, вот, беглость термина, что в материи, с одной стороны, вроде, есть то, что, как бы, мы называем, там, прочным, там, красным, там, и всяким другим, да? А, с другой стороны, есть нечто субъективное, да, есть ощущения. Это с одной стороны. А с другой стороны, форма, он потом, как будет ясно в этих дальнейших изложениях, форма является это пространство верения, да? То есть, вот, общее, то, что мы созерцаем на вся нашей вот картинах, представляет собой нечто единое пространство временное, в которое, каким-то образом, вот, материя или ощущение упоряется. Вот это, собственно, как бы, картину, которую он и следует. И он к этому вопросу подходит в следующий вопрос. Как он доказывает, я просто сразу увожу, что именно пространство и время являются формами чувственности, да? Потому что в трансцендентальной эстетике он исследует созерцание. Дело в том, что он всю совокупность познавательных способностей, которые находят у субъекта, делит на следующие способности. Это способность к созерцанию восприимчивости, рассудок, это способность мышления, да, конечное мышление, и разум. Разум, это у него тоже особая способность мыслительная, но она, как бы, занимает, у него предмет этого разума представляет собой, там, понятие. То есть, собственно, как бы, предметом разума представляет собой рассудок. То есть, вот эти вот, как бы, мы сейчас просто поставили общее расчленение того, как выглядит, что представляет собой познающий субъект. И, собственно, как бы, сейчас мы будем заниматься тем, как он понимает, что такое созерцание, как оно конструировалось. Вот, заметьте, что как изначально ставить вопрос о том, что на каждом этапе то, что является предметом исследования, он как-то конструируется. Почему? Потому что он изначально, как я говорил, ставил вопрос об априорном знании. А приорное, значит, знание, данное нам до всякого опыта. Не знание данное, например, до конкретного какого-то опыта, да, какая-то теория, которую мы, как бы, придумали, а потом пошли на опыте проверили. А приорное, значит, в принципе, как бы, внеопытное знание. То есть, данное до всякого возможного опыта, до любого опыта. Созерцание, я уже сказал, как это конструировалось. Элементом этого конструирования является пространство, время с одной стороны и вот материя и ощущение с другой стороны. Да, и вот эта вот материя и ощущение, они как-то вот в единую картину вырастают, то, что называется созерцание. Да, и вот эта вот единая картина, это единственное, что нам дается, то, что нам дано. Каким образом Кант может исследовать конструктивные особенности созерцаемого? Ведь вот фактически вопрос идет о том, что Кант хочет доказать, что созерцание, то, что вот мы сейчас видим созерцание, то, что вот нам вот та картина, которая вот сейчас вот перед каждым разворачивается, это и есть созерцание, да? То есть здесь понятия никакого нет. Понятия в рассудке находятся, да? Пока он пытается подойти к вопросу, как бы, не используя никакие понятия. То есть понятия, естественно, мы используем, когда рассуждаем об этом. Но в самом созерцании понятия никакого нет, это просто глаза открыты, как бы, и все, что мы видим, вот это и есть созерцание. Он утверждает, что это созерцание, оно уже конструктивное. То есть в нем уже присутствует познавательная активность познающего, то есть познавательная активность субъекта. Она присутствует. И он доказывает, что познавательную активность субъекта можно вычислить. Иначе говоря, вот он берет созерцание, на него глядит и усматривает созерцание пространство и время. И доказывает на самом деле, что вот эти вот формы пространства и время являются оплевными. Доказывает он это тем способом, что он усматривает в них необходимость и всеобщность, которая не может быть дана из ощущений. То есть ощущения всегда какие-то единичные. Поскольку пространства и времени даются нам как некие сущности всеобщие и необходимые, то они, на самом деле, являются формами, которые созерцание как бы помещаем мы сами, как бы проектируем нами. Вроде кажется, что это доказательство оказывается достаточно очевидным. Ну и он там дальше двигается, дальше мы пока двигаться не будем. Мы теперь попытаемся разобраться вот с этой картинкой, что вот у нас есть созерцаемое в этом созерцаемом пространстве и время. Это вот наши априорные формы, которые мы в мир вкладываем. Или он их называет иначе субъективные формы чувственности или просто формы чувства. Вот у чувства есть формы, они накладываются, вкладываются в мир. Со стороны как бы мира самого по себе приходит к нам нечто, то, что он называет ощущение. Или то, что он называет материкой. То есть, теперь попытаемся разобраться с этой картинкой более пристально, для того, чтобы понять, что же собственно говорит Канн. Потому что вот эта вот простота, она на самом деле, а матч. Давайте как бы обратимся к некому воображаемому опыту. Представим себе, что вот есть некая плоскость. Вот эта плоскость – это вот сфера нашего созерцаемого. Наше созерцаемое мы можем представить как некую плоскость. Вот эта вот плоскость, на самом деле, она ограничивает с одной стороны наши познавательные способности, а с другой стороны мир сам по себе. Почему предположение о мире самом по себе здесь необходимо? Потому что если мы понимаем созерцаемое как некого рода синтез или некого рода единство, которые образуются благодаря действию наших способностей на материале чего-то другого, что приходит как бы, извините, то мы должны предполагать, что вот это что-то другое как-то другим способом существует. Если мы понимаем созерцаемое как некое конструктивное целое, если мы считаем, что оно как бы конструируется в процессе созерцаемое, то мы должны понять на самом деле, что до конструирования, части этого конструирования должны были бы как бы существовать сами по себе. С одной стороны, вещи сами по себе, как говорит Канн. На самом деле лучше говорить мир сам по себе. Мир как бы это данный до того, как наши способности его оформили. До того, как познавательные, наша познавательная активность, наши формы чувства обратились в мир как бы и зафиксировали их в этом созерцаемом, в виде созерцаемого, либо, как я говорю, картины восприятия. То, что вот мы видим перед собой постоянно. А с другой стороны, формы сами по себе тоже должны быть даны до этого момента, до момента синтеза. Они даны как сами, как чистый специфик. То есть пространство и время даны и также и вне своего единства с этим ощущениями, вне своего единства с материей, а именно как чистые созерцания пространства времени. То есть, получается, опыт в чем состоит? Что есть некое предшествующее состояние созерцаемого. До того, как созерцаемость стала неким синтезом, с одной стороны, были вещи сами по себе или мир сам по себе, с другой стороны, была наша познавательная активность в форме чувства. Они как-то в момент созерцания, в момент того, как происходит созерцание, соединяются и образуют некое единство, образуют некий синтез, который мы видим. И вот этот некий синтез я предлагаю сейчас просто представить воображение в виде вот этой плоскости. Согласно этому определению, вещи в себе просто не познаваемы. Они не познаваемы не потому, что мы к ним пробиться не можем, они просто не познаваемы по определению. То есть, они никогда не будут познаваемы. Когда кто-то говорит, что вещи в себе потом станут вещами для нас, это просто глупость. Они по определению не познаваемы, и мы к ним пробиться не можем. Они находятся по ту сторону возможного опыта. По определению. Ну, ладно, что бы нам огонь за запад. Не существует. Тукант, разумеется, не существует, независимо. Вот, например, можно попытаться сравнить его с предыдущей традицией, например, с республимом. Республим говорит, форма шара делает медь медью. То есть, у тебя есть форма шара, которая некую материю оформляет, и у тебя медь становится медью. Это означает, что медь до оформления формы шара не существовала, как медь, какая-то там чистая. Это очень важно понять. Но и форма шара, до оформления в нее этой меди, шары существуют, бывают только медными. Шары не бывают просто такими. Ну, например, у тебя в одном и том же акте даны две составляющие, которые ты не мог созерцать в качестве самостоятельного. Именно, собственно, медь, потому что только в форме шара, то есть в форме пространственной протяженности медь делается медью. И второе, это у тебя, собственно, форма. Что Кант здесь, в данном случае, по сравнению к ресурсам прибавляет. А он говорит, что я могу созерцать эти формулы, то есть чистое пространство, в качестве чего-то самостоятельного. И более того, я в состоянии делать, так называемые, эти сложные, сложные, по-моему, заключения. Как они там, не знаю? Синтетические. Синтетические, да? Вопрос, это все. Знаменитый пятый постулат Эвклида. Он говорит, что оттуда, а из этого и наш мир пространство созерцается. И оно обладает как у определенного рода структуры. Ну, в частности, например, знаменитый пятый постулат Эвклида, который говорит, что на плоскости, через точку, належащую данной прямой, можно привести только одну прямую, параллельную данную. И много других аксиомы. Если все остальные аксиомы как-то не поставляются, то эта аксиома, мы все знаем, что она оспорена, да? Что есть два разных мира. Через эту точку можно привести бесконечное количество прямой, параллельной данной. Это геометрия Лобачевская. Есть обобщенная геометрия Римманова, когда ни одной прямой, а параллельной данной нельзя отвести. Тогда вопрос становится совершенно интересным. Каким образом? Нельзя же сказать совсем, что мы не можем это самое пространство созерцать и из него какие-то осмысленные утверждения делать. А может быть, напротив, его мы вообще не можем созерцать, а все наши геометрические аксиомы пространства, это всего лишь наша выдумка. Мы по большому счету, как я думал по НТР, просто договорились, что мы будем понимать пространство. Мы взялись и должны договорились, что наше пространство будет вот такое для того, чем аксиома Эвклида. Просто наш такой кондициональный договор. Я вообще не понимаю, как могут быть даны эти самые пространства и время до опыта? То есть они как-то даны по контакте? Ну вот опыт, да. Воображение. Да, некоторый опыт, да, действительно. Воображение, а время дано в этом внутреннем проживании. Время я не знаю, еще это другой разговор, но про пространство считается, что ты можешь его просто так созерцать. Внутреннее проживание и время тоже своего рода опыт. Да, ну да. Но про пространство ты можешь созерцать, и на основании его ты можешь делать некие осмысленные заключения, которые не являются тартологическими. То есть ты какие-то такие вещи. Как раз пространство ты не можешь, время это еще может быть может, пространство как ты можешь созерцать. Воображение. Но с другой стороны, какой-то образ ты есть. Он считает, что диаметрия как наука возможна. Да, именно потому, как можно выражать пространство. Вот Фихтер, фихтанский аргумент расшивающих Канта. Он говорит, что знаем ли мы, что пространство делимо до бесконечности? Нет. Не знаю. Потому, что такого опыта мы природе сделать не можем. На свитерном состоянии делить пространство делить, делить и уделить. Тем не менее, говорит Фихтер, мы рассматриваем, осмотрим на это пространство и знаем откуда-то, как пятна из постсотекмида, как мы знаем о бесконечной делимости пространства. Опять делаем какое-то сложное заключение. Мы не знаем. Мы не знаем. В конце концов, это только логическая ошибка. Ну, не знаю, как она ошибается. Потому, что он переходит от материального деления пространства до поражаемого пространства. Просто говорю, что вот Фихтер считает, что сказать пространство и одновременно понять, что оно делимо до бесконечности, это как бы нормально. Точно так же, Кант говорит, что посмотрим на пространство и понимаем, что пятое аксима из скелета там выполняется. Ответ не выполняется. Да, ответ Фихтер. Блин. Тоже можно наверняка придумать такие пространства, которые будут неделимы до бесконечности. Кто вам сказал, что это пространство вот такое? А тогда вопрос как-то не у полной такой становится. А что такое физическое пространство и время тогда? И как оно соотносится с этим? Фихтер у нас есть один, как он рассчитал, конвенциональный анализм. Взяли и все вместе собрались в одной комнате. Все человечество. И договорился, вот это мы понимаем за пространством, а это мы понимаем за временем. И думать, что оно делимо до бесконечности. А для Канта не существенно, как там пространство понимается. Он там обсуждает, что пространство трехмерно, что пространство там... Для него просто пространство как способ восприятия мира. Так это ясно. Нас-то это существенно. Не существенно абсолютно. Мы сейчас рассматриваем не детали пространства, а принтеры. Да, но Бог, это Бог деталей всегда. Мы пытаемся это понять, что действительно, если у тебя есть некоторая чистая форма, которую ты можешь созерцать, то ты из него можешь какую-то полезную информацию достать для себя или не можешь? А как ты чистую эту форму можешь созерцать? Когда созерцаешь так называемое чистое пространство, ты все равно созерцаешь некие воображаемые объекты в этом пространстве. Правильно. Это может быть. Но ты аксиоматику туда достать можешь? А диаметрия же существует и математика. Ты можешь или не можешь достать? Они основаны на диаметриях, сейчас полностью на пространском выражении. Нет, потому что... Мне, потому что этот подход не нравится. И кондициональный подход тоже не нравится. Что все собрались и договорились, что наше пространство будет трехмерным. Мы все ходим теперь и думаем, что там есть вверх-вниз и вглубь. Нет, просто свойство всех людей, что-то догнается. Да, о чем-то. Слоство людей. О чем-то. И у нас воспрятались. Это как у меня обычно. У меня легкий ассигматизм. Взял много очки, сделал со стенки кривые. Но я же знаю, что они прямые. Надо понимать, что у нас вопрос ставится не о пространстве. Еще раз говорю. Вопрос не ставится о самопространстве. Вопрос ставится о том, на самом деле, как конструируется мир. Он поставил вопрос следующим образом. Если не наша познавательная способность сообразить священное, а происходит наоборот, то мир нами конструируется. Понимаете? Что мы везде выступаем как конструктивное некое нечто. То есть, на самом деле... Это ее принципиальная позиция. Да. Это знаете, как он разговаривает? Это разговаривает то, что мир шире, чем возможности нашего знания. Если мир больше, чем наше знание, то мы всегда можем воспринять только то, что можем. Наш возможный опыт, он всегда ограничит. Он ограничит не только возможностями того, что знания бесконечны, а самими способностями нашими познавателями. Прежде всего, способностями человека. Ну, вот разговор прошлый раз, который мы ввели. Разговор Декарта. Для Декарта понять пространство, это означает, это вечность вещи. То есть, ее трансцендентность в сознании. Вечность. Сказать пространство, ты одновременно говоришь, что ты говоришь о бытие. То есть, у тебя пространство, это как бы сущность существования получается. Конечно, слово трансцендентность, ты используешь его некорректно на самом деле. Потому что по-транцедентным понимается это по ту сторону, да возможно опыта. То, что нам недоступны. Вечность. Вечность – вещи. Вечность – вещи. Придметы – предмет. Да, это не трансцендентность. Вещи – вещи. Но я трансцендентный в таком смысле. Канк как раз что указывает? Что есть некие границы нашего опыта. Границы. Что за этой границей существует нечто трансцендентное. Действительно, что нам недоступно. Я не о том говорю, а я говорю о том, это сказать, что есть пространство в протяжении, сразу же сказать о бытие. А для Канта, пространство, это форма определенности вещи, его оприрорная форма данности вещи. Понятно, да, граница между Декардом и Кантом? Там это сразу же, ты увидел протяженность, ты сразу же думаешь о вечности вещи, то есть ее внешности, противоположности его сознанию. Вот такое вот положение дел. А здесь у тебя, то есть она, у тебя как бы протяженность, она стоит посередине между чтойностью вещи и ее существованием. И больше на стороне существования гораздо, чем на стороне чтойности. А для Канта-то наоборот, для Канта у него протяженность вещи, это чтойность вещи, но это такая чтойность, которая принадлежит собственному сознанию. Игорь, я не думаю, что множество слов что-то поясняет. Понимаешь, я предлагаю просто вообразить это геометрически, чтобы было понятно. Потому что из того, что ты говоришь, тебе, конечно, понятно, что все слова это чтойность, протяженность вещи, тебе понятно. А вот если попытаться понять, что ты сказал такое, перевести на нормальный язык. Я же хотел изложить Канта, как на самом деле, хотел показать, что в нем есть чистая логика, для которой слова даже не нужны. Достаточно будет вообразить, что такое, о чем идет речь, и будет всем понятно. Даже в условиях Кухарки, который попытается усилить какое-то маленькое, сделает воображение, и поймет, о чем идет речь. А из того, что ты говоришь, мы понимаем, что есть много умных слов. Например, я не понял из того, что ты сказал, в чем различие Декарта и Канта. Я не понял. По середине, там, больше или меньше, что за собой? В том смысле, что для Канта, для него протяженность вещи является формой определенности вещи. Согласен? А для Декарта? А для Декарта протяженность вещи выражается, является чтойностью, не чтойностью вещью, а является ее вечностью. Протяженность вещи, значит, это вечность вещи. У вещи есть свойства, краснота, зелень и что-то еще. С точки зрения Канта, у тебя, кроме красноты, зелень, еще стоит ее пространственная форма рядом с ним. А с точки зрения Декарта, у тебя есть и вещь, которая, а, во-первых, в первую очередь, собственно вещь, и, б, обладает определенным родом свойствами. Вот то, что она, собственно, вещь, этим и выражается тем, что она протяженно. Нет, ну мне может быть немножко понятно, но я вас сомневаюсь, что понятно, ребята. Ну, а почему ты так думаешь? Ну, потому что я, как бы, и по лицам не хожу, и... Не очень, да. А теперь попытаюсь изложить философиканты я, и вы, ребята, скажете, понятно, если нет, как на самом деле, да? Вот я сказал, что вот если созерцаем, представьте вот эту картину, как вот некую плоскость, да, которая разбивает два пространства. С одной стороны пространство находимся, находятся наши познавательные способности, с другой стороны мир сам по себе. Пока, как бы, не обсуждаем, как он существует. Но вот сам по себе это значит вне наших чувств. Они соприкасаются на этой границе, на этой границе они соприкасаются, входят в некий синтез, и то, что мы видим, вот этот и есть некий синтез. То есть вещи в себе с одной стороны, и наши познавательные способности. Отсюда, со стороны субъекта приходит пространство и время, со стороны мира приходит материя, ощущения приходят, они как-то синтезируют, и образуется то, что мы созерцаем. Вот, вот, простое изложение канта. Ничего тут не надо, там, обсуждать, там, каких-то там, о каких-то вечностях, никаких словах здесь не нужны. Просто достаточно вообразить, на самом деле, что то, что мы созерцаем, является границей нашей конструктивной активности, да, и того, что приходит извне. Теперь очень интересно вопрос, а как на самом деле? Во-первых, для того, чтобы... Правильно, для того, чтобы сказать, как на самом деле... На самом деле это для кого? Подожди, подожди, подожди. Ну, вообще, на самом деле. Для того, чтобы понять, как на самом деле, сначала надо понять, что говорит Канн. Ну, как мы можем понять, как на самом деле, если мы не узнаем позицию Канта? Позиция Канта состоит в том, что уже в созерцании, кажется, в простом чувственном опыте, мы конструируем мир. Точнее, мы не благодаря нашей воле, а благодаря тому, что наши способности, чувства, вносят нечто в мир субъективное. Они вносят пространственность и временность. Мы уже на уровне созерцания конструируем мир. А поскольку уже на уровне созерцания мир конструируется, то легко предполагается, что он как-то сам по себе есть. Это просто предпосылка отрицания того, что мир конструирует. Если мир с нами конструирован, значит, он есть как-то до этой конструктивности. То есть он есть как-то то, что называется, сам по себе. Вот этот мир, как он есть сам по себе, до конструктивности, и называется вещами себе у Канта. Никакого здесь мистиковой мистики здесь нет. Это просто логическое предположение. Здесь безотносительно как он существует. Мы ничего не знаем о нем. Как он существует? Мы только можем предположить из того, что они конструируются. Между этой картиной и обесточенством, когда форма шара делает медь-медью. А почему есть обесточенство? Нет. А почему форма шара делает медь-медью? Ну вот именно. Протяженная форма делает медь-медью. Форма шара делает медь-медью. Но здесь точно так же у тебя было что-то красное и вонючее. Ты его взял, по шаре распреднил. Ну на самом деле, я, во-первых, с этой интерпретацией рестутили, я не согласен. Я считаю, что медь существует до всякой формы. То есть она может быть просто... Ну пусть она существует, но разница вот в этом. Пусть она существует до всякой... Форма не делает медь-медью. Вот я хочу сказать. То есть была медь сама по себе, а... Нет. Была медь в какой-то форме, какой-то аморфный, какой-то минерал. Тогда золото отличим от меди. Золото тоже будет шаром. Да, ну именно. Но только форма делает золото золотом. Правильно. Только форма эта не является... Как и здесь. Ты точно так же, как ты... Только форма не является... Золотой шар, как ты отличишь. Золотой шар от медь. Только надо различать. Есть форма сама по себе, как бы она в природе и растение. А есть наша форма, да? Форма шара. Есть форма меди независимая от нас, а есть форма меди, которую мы видим. Да, именно так. Ну вот, в общем, тезис первого и второго философа состоит, что как бы форма шара все-таки делает медь-медью и никакой независимой формой для отличия от нас. Фихтер в данном случае говорит, что качество, предоставленное самим Зоббек, превращается в материальную точку. То есть не может обладать свойствами качества. То есть не может обладать свойствами качества. Если ты его оставил, пока фихтер в покое, у нас есть Кант. Есть некие положения... Нет, но Игорь пытается пояснить каким-то примером, что говорит Кант. Нет, я хочу... Подходить к этому вопросу сразу... Это уже понятно. Нет, я хочу сказать, что есть принципиальная разница между Кантом и Аристотелем. Потому что для... Пускай, скажи, скажи. Пускай, скажи. Потому что для Аристотеля, в данном случае, у тебя не существует, конечно, меди до формы шара. У тебя меди оказывается только в том, когда меди... Форма шара делает медью. Но с одной стороны. Но с другой стороны, и форму созерцать, как чистую форму, ты не можешь. Ты ее можешь только в форме шара. Хорошо. Тогда если у Аристотеля существует меди, пока он ее не увидел, то откуда же он тогда ее... Меди существует? Нет, нет, нет. У Аристотеля не так, как ты говоришь. Не пока он ее увидел. У него субъективность, она не имеет такого значения, как у Кант. Просто медь в какой-то форме находится. Не важно, в какой. Форма шара, форма, не знаю, там... Игорь говорит, что меди нет, пока... Нет, но на самом деле Игорь хочет сказать... Медь связывается с формой существования меди с формой. Всегда все, что тебе не дано, не обязательно эта форма шара. Это понятно. Дано, говорит Аристотель, дано в какой-то взяткой конкретной форме. Канты говорят то же самое. Для того, чтобы у тебя состоялось событие предмета или вещи, у тебя нужна приморная форма, пространство, присоединиться к качеству собственно вещи. Когда они соединились, ты имеешь предмет. Давайте еще раз, действительно, немножко шагом... Нет, здесь... Подожди, я просто... Я продолжу. Подожди, ты сейчас продолжишь, я просто хочу уступление сделать, чтобы было понятно, о чем идет разговор. Мы сейчас немножко оставляем Канта и берем термины формы материи, и отступаем, делаем шаг назад к Аристотелю. Для того, чтобы разобраться с этими терминами, а потом обратно вернуться к Канту, и понять на самом деле, как с этими терминами он стоит у Канта. Самое забавное, что получается, что Кант, вот пока мы его осуждаем, он прибавочку к Аристотелю не делает никакой, но так. Я потом объясню, какую прибавку он делает, но пока... Узилий скажет, да. Вещь в себе, как бы, у нас это материя, а форма пространства, то есть оплёрная форма, это форма в Аристотельском смысле. Но что здесь важно, что у Аристотеля не было, что было у Канта? Кант полагает, что эту оплёрную форму ты можешь созерцать вот в такой частоте. Для Аристотеля это было невозможно. Аристотель понимал, что ты форму созерцать как отдельную форму, то есть форму шара и просто форму как геометрию такую, ты созерцать её самостоятельно не можешь. А для Канта он что-то не может. В Аристотеле же уже была геометрия. Была-то была, ну и что? И сыр люди и умели варить. Так если была геометрия, значит было понятие о субъективных представлениях. Это же это не до у нас. Была геометрия, не была геометрия, это чисто там. Давайте как бы возьмём... Геометрия была как наука, но опять... Возьмём Аристотеля как наука. На первый взгляд Аристотель мудрее в этом смысле. Потому что ясно, что хотя вот тогда была пятая аксиома Евклида, была уже пятая аксиома Евклида, но всегда. Тем не менее, Аристотель как ни странно получается мудрее. Потому что он же для Канта получается... Ещё раз сформулирую про Аристотель. Понимаете? Что Аристотель, в отличии от кантовской ситуации, у тебя невозможно самостоятельное созерцание формы данной до всякого опыта. Созерцание формы данной до опыта невозможно. У Канта возможно самостоятельное созерцание формы всякой до данной опыта. Из него ты можешь сделать некоторые синтетические суждения. В том числе, в качестве, что ты можешь сквозь точку нележащей данной прямой провести только одну прямую, параллельную данной. Как раз Аристотель отметил, как раз Российский мне возражение. Он говорит, что есть у Архитектора есть план дома, до того как дом построен. То есть в каком-то смысле у него уже есть форма до того как дом построен. Он по нему не первый раз строит, но, допустим, много раз его строит. И у него уже план есть дома, до того как дом построен. У него форма есть. План карнт�� четima. Да нет, просто ты сейчас утверждаешь, что как бы у Аристотеля якобы нет чистой формы, а сами вот, пожалуйста, эти чистые формы. Форма дома не является чистой формой? Это раз. Во вторых, у него есть Бог, который представляет свою форму формы. И он, на самом деле, там вообще никакой материне. Просто чистая форма формы. То есть форма формы существует, чистая форма, да? Во крайней мере, эти формы являются Богом. Если тебе не устраивает пример с домом. Да, с домом не устраивает, конечно. Ну хорошо, я просто не хочу говорить, но просто восприятие в том смысле, что у тебя сделано. Так вот я опять возвращаюсь к любимому вопросу. Опять у Максима Миротова, Аксимы и Евклиев. Как тогда получается, что у нас... Сорвую, Аксим. Аксим она состоит, что у тебя есть прямая, есть точка, лежащая не данной прямой. Ты через эту точку можешь провести только одну прямую, параллельную данную. Хорошо. Согласен? Дальше. Вот. Ты через эту точку можешь провести только одну прямую, параллельную данную. Так что из этого следует? А, то есть с точки зрения Канта, что ты можешь делать... Ну, си геометрией не плоской, это вот. Сзади не плоской. Нет, я понимаю, я... Нет, я понимаю, я... Вопрос-то, каким образом оно к философии отношения имеет? Имеет оно отношение то, что ты, как бы, созерцаешь пространство до всякого опыта и можешь из него заключить такие сложные синтетические суждения. Например, вот такое. Потому что это ясно, что это сложное синтетическое суждение. Ну, там этих аксиом не меряют. Почему именно это? Ну, потому что она была тут же поставлена под сомнение. Что сумма углов троугольника равна 180 градусов. Это сложное синтетическое суждение, которое ты делал так просто и ясно. Ясность с резерцами. Ну, ребята, вы имеете склонность всегда к какие-то такие частности, которые и нам не интересны особо, и тем, кто будет слушать, не интересны. Ну, это же частности. Ну, ладно, никто слушать. Ну, это не важно. Важный вопрос, что это с частности. Ну, вы все-таки либо Кантов занимаетесь, либо вы занимаетесь геометриками. Мы занимаемся тем, как на самом деле. Еще раз говорю. Мы на самом деле вернемся к Танце. Мы сначала хотели понять, как у Аристотеля. Ты высказал то, что это? Да, я высказал. То есть Аристотель отличается от Канта тем, что у Аристотеля чистой формы невозможно. Да. А у Канта они возможны. Хорошо. Чистых формы, в смысле пространственности. Чистых форм, да. Теперь как на самом деле у Аристотеля? Как я считаю. Я считаю, что Аристотель следующее. Действительно. Материя и форма на самом деле вещь не разорвливая. Да. Все существует. Всякая материальность существует в форме. И всякая форма всегда материальная. За исключением, конечно, формы формы. За исключением этой формы формы, это есть Бог, как Бог, есть, он на самом деле. И то, там есть предположение, что там тоже вещь идет о какой-то особой материи, типа эфира и так далее. То есть, в каком-то представлении, на самом деле, у Аристотеля формы материи, это два аспекта целого, да, всякая сущая, да, состоит из формы материи, и они не разрываются. Другое дело, на самом деле, другое дело, что одна и та же материя может принимать различные формы. Это существенный оговор. Почему? Если одна и та же материя, например, медь, может принять форму цилиндра, шара и так далее, то тем самым на основании этого мы можем предположить, что сама материя по себе самостоятельна. Почему? Если одна и та же материя принимает много форм, это означает, что не форма шара делает медь медь, а что медь существует сама по себе. Даже если мы не можем ее видеть вне каких-то форм, но только можем видеть вот и наковение этих форм, да, переход от одной формы в другую, потому что есть шар, там, разбили шар, там, получили цилиндр, и цилиндр, получили, там, рогали, или и так далее. То есть, исходя только из простого вот этого опыта, можно удостовериться, что не форма шара делает медь медь, а медь существует сама по себе. То есть, даже... Нельзя сказать, что просто существование медь ненавистит от форм? Нельзя сказать, что... Нет, дело в том, что все равно каждый раз, когда мы будем говорить о медь, она будет иметь какую-то форму. Каждый раз. Поэтому вот твое предположение о том, что существует медь как-то сама без формы, на самом деле, оно, его невозможно доказать. Потому что даже если войти в физику, да, и попытаться уже углубиться в какую-то атомную, молекулярную структуру, все равно, на самом деле, там будут опять же какие-то формы. Форма нас сопровождает везде. Понимаешь? То есть, на любом уровне мы будем всегда обнаруживать некие формы. То есть, поэтому мы не можем сказать, на самом деле, существует ли медь как-то без формы. Это действительно невозможно сказать. Но! Самое главное. Что форма шара не делает медь медь, вот что самое главное. А что медь есть сама по себе как-то. Хотя, хотя, всякий раз мы медь будем наблюдать в какой-то форме. С другой стороны. Этот же разговор относится к форме. Мы можем наблюдать форму шара, можем медь наблюдать, шар форме, мы можем медный шар наблюдать, золотой шар там, каменный шар, да? Шаров будет много. Влад, а почему, я не понимаю, почему мы можем сделать вывод, что медь существует вообще, из-за того, что она не зависит от формы? Мы можем сказать не то, что это медь существует, а что медь не зависит от формы. Да, только это больше ничего. Правильно. Я это и хочу сказать. Ну, из-за того, что медь может быть круглый, квадратный, треугольник, мы можем сказать, что медь существует сам по себе. Не можем так сказать. Мы только можем сказать, что медь не зависит от формы. Да. Ну, когда я хотел сказать, что существует сама по себе, я хотел сказать, что не зависит от формы. Потому что кроме формы и материи здесь больше ничего нет. Здесь никакого сознания, как у Канта, и никакого Я пока еще нет. Вот есть просто сущие какое-то, оно состоит из материи, формы, и оно разбирается. То есть для Аристотеля все рассуждения, они как-то абстрагированы от познающего. То есть то ли есть познающий, то ли его нет. Это вопрос о познающем вообще не идет речь. Просто вот положили на стол вот сюда вот шаг, да, и обсуждают его. Как это относится к познающим, неизвестно. Она обсуждается как-то вот абстрактно, как физики принято там, как вообще в науке принято разговаривать. А вот вот это шаг существует сам по себе. И как он существует? Ну, было и предполагается, что то, что мы смотрим, оно существует. Для античной философии, в принципе, вопрос, связанный с сомнением каким-то, да, вот как он ставит его Декарда, да, с каким-то вопросом, связанный с Я, этого вопроса нет. То есть заранее представляется, что все вот так, как оно есть, так оно и есть. И если возникает скептицизм, да, то этот скептицизм имеет точно такой же объективный характер. Он не скептицизм, а субъективный. Что я, может быть, сплю, понимаешь? Ну и что, что ты спишь? Ты спишь, а там другой не спит что-то. Вон мир, где спишь ты или не спишь, мир сам по себе все равно есть. Понимаешь? Поэтому вопрос с познающим не возникает. И поэтому, когда говорят, Аристоте рассуждает о меди и о шаре, то на самом деле он рассуждает, как будто вот всем понятно, что вот положили перед нами шар медный, он есть. И всем понятно, что это такое. И он уже рассуждает, а как давайте разберемся с ним. Так вот, когда, если мы берем этот шар, этот вот в античном смысле, да, и попытаемся с ним разобраться, то мы можем сказать, что у него есть две, два спектра. Это материя и форма. Причем, поскольку одна и та же медь может быть в разной форме, то медь не зависит от формы, и поскольку одна и та же форма может быть в разной материи, и форма не зависит от материи. То есть эти два аспекта, хотя и всегда связаны, в чертескопе удивление, да, всегда связаны. Но существуют, ну... Параллельно. Да, но они существуют как-то параллельно. Они от друг друга никак не зависят. Вот это вот... я друг от друга не знаю. Ну, действительно, Игорь прав в чем-то, что форма никогда не существует сама по себе тоже. Кроме вот Бога. Вот есть Бог, как бы там он форма-форм, он как бы представляет, что вот он чистый форм. Но поскольку Бог это особая вещь, и он там еще там, непонятно, с ним надо еще разбираться, мы пока это оставляем. То есть, у Аристонера не существует? По крайней мере, конечной формы в чистом виде не существует. Хотя я и сказал, пример привел на то, что в голове строителя существует план дома, и вроде как бы это форма, до того, как она будет в материи. Но на самом деле это не так. На самом деле как-то там Аристонер с этим борется и опровергает. Что хотя строитель имеет какое-то представление о плане дома, но тем не менее форма дома появляется только в момент того, когда дом построен. Потому что у него там, условно говоря, есть какие-то детали, планы, что-то, но формы у него все равно нет. Потому что форма у дома возникает в момент построения дома. Когда дом построен, он стоит и возникает форма. Ну типа форма-плана, это форма-глей на ушах, Потому что форма, есть форма некого сущего всегда, и сущий всегда распадается на две составляющие. Поэтому до того, как дом построен, формы этого дома нет. Как сущий появился, появилась его форма. Теперь возвращаемся, действительно, после такого отступления, к Канту. У Канта, казалось бы, тоже рассуждение классическое и разделение всякого сущего на два аспекта, на форму и материю. Но на самом деле это не так. Постановка вопроса кардинально изменилась. Во-первых, почему-то форма называется познавательная активность познающего. Вот заметьте, мы раньше говорили, абстрагируюсь, что формы сами по себе как бы объективны. Вот у Аристотеля формы объективны. Соответственно, не было познающего. Никакого познающего нет. И вопрос по этому нельзя было поставить. Как формы существуют? Существуют ли они только, скажем так, в сознании познающего? Никакого познающего не было. Они существовали объективны. У Аристотеля форма, у Канта форма является формой как бы внутри сознания. То есть сознание как бы присваивает миру форму. Со стороны, получается, смотрите, совсем другой синтез. Там был синтез реальный, если может так выразиться. А здесь синтез какой-то субъективный. То есть мы конструируем наше созерцание, исходя из того, что у нас познавательные способности имеют определенные свойства. Давать миру пространство и время. То есть кружка существует не вне нас, а в нас? Она как бы, нет, неправильно. Не то, что прямо в нас. Она как бы на границе мира. Ну да. Она и есть граница. Вот все, что мы видим, это вот границы мира и мира того, который по ту сторону находится. Мира самому по себе. Мы постоянно видим только вот эту границу. Потому что эта граница есть, она конструктивна. На границе схлапывается наша активность и то, что приходит со стороны мира самому по себе. Вот эту вот границу мы постоянно и видим. То есть здесь представление о форме совсем другое. Формами является некая наша активность. Совсем другая постановка вопроса. То есть кружка не само по себе, а кружка как синтез. Потому что нас и мира. То есть познающего и... Надо говорить так. Нашей познавательной активности, в данном смысле созерцаемом, такой познавательной активностью является форма чувств, а именно пространство и время. Потому что есть еще и другие формы. Если будет еще и рассудок, рассудок принесет в мир понятия. Собственно, то, что называется опытом, это будет некое синтетическое целое, в котором есть созерцаемое в пространстве и времени, плюс понятие. Вот это вот все вместе будет называться опытом. То, что Кант, собственно, называется опытом. И он будет состоять из того, что пришло со стороны мира, и того, что приходит со стороны субъекта. Со стороны субъекта пришли понятия пространства и времени, со стороны мира пришла материя в виде ощущений. Это все синтезировалось и образовалось то, что называется опытом или знанием. Вот это, собственно, простая конструкция Канта. Теперь надо вот Игорь говорит, как на самом деле, да, и вопрос, потому что это же важно, как на самом деле, то есть кто прав тут? Аристотель прав, да, который рассуждает о формах, которые как бы объективно существуют, или Кант прав, для которого форма является некими субъективностями, да, некими конструктивностями наших способностей, конструктивными особенностями, скажем так, наших способностей. В данном случае просто я предлагаю простую такую критику Канта, которая исходит прямо из его логики. Что-то можно критиковать только в рамках логики, которая дается. Вот Кант предложил некую логику, нельзя сюда привести некую другую логику и сказать, а вот наша физика, например, считает по-другому все. Такая критика не проходит. Критика должна исходить из того, что предложен некий термин, да, предложена некая картинка, да, предложено некое построение. Из него надо и зайти и как-то понять, почему оно не удается. Собственно, я это называю для себя трансцендентальным, это, крахом трансцендентального проекта Канта. Теперь я хочу просто объяснить, в чем состоит собственный крах. Вот смотрите, мы можем исходить только из созерцания. Канта может исходить только из созерцания. Потому что мы можем опираться только, мы же не знаем, как выглядят вещи сами по себе, вещи сами по себе не познаваем. Мы можем исходить только вот из того, что видим, вот из картины этой, да. И мы находим пространство и время в этой картине. То есть мы эту картину анализируем и находим в ней какие-то аспекты, а именно пространственность и беременность, которые указывают на нашу конструктивность. Смотрите, если мы обнаружили нашу конструктивность, то, соответственно, мы ее можем как-то бы вычистить. Вот в нашем созерцаемом пространстве и время мы как бы можем взять за скобки. Ну, только в воображении. Но если мы возьмем это за скобки в воображении, что-то же остается. И Канта даже указывает, что останется. Останутся ощущения или материя. Ну, получается, что ощущения и материя не охвачены конструктивной способностью, конструктивной активностью познающим. А это означает, что вроде получается, что ощущения приходят от вещей, что в ощущениях мы познаем мир, как он есть сам по себе. Но если конструктивность мы вычили пространственное время, получается, что вроде как получилось, что косвенно познали, в чем состоят вещи сами по себе. Что они вне пространства и времени, по крайней мере. Ты че разумы поймешь? Нет, мы не можем. Подожди, подожди. Мы не вспомним, мы не можем в картуре это сделать. Это мы не можем, неважно. Важно состоит в том, что... Как ты можешь убрать пространство и время из кружки? Если ты убрешь пространство и время из кружки у себя в голове, то у тебя и кружки не будет. И что ты ощущаешь непонятно. Почему кружку будет? Нет, подожди. Но это будет не кружка, что-то ты возьмешь. Нет, нет, нет. Дело не в этом. Мы не будем, мы не можем убрать. Но у нас сама кружка состоит из пространства и времени плюс материи. Да. Правильно? Но мы можем пространство и время вывести из-за стопки. Я не говорю, что убрать. Как мы можем вывести из-за стопки? Мы не можем, потому что... Вывести из-за стопки в воображении. Да и в воображении не можем. Я сейчас объясню, что это означает. Ну, в каком-то смысле. Мы же говорим о материи. Логически можем. Логически. Логически, хорошо. А воображение не можем. Хорошо, хорошо. В воображении не можем. Плохое слово. Логически мы можем вывести из-за стопки. Правильно? пространстве, остается материя. Но получается, что материя тогда не охвачена конструктивной способностью. Нет, просто можем ли? Нет, вопрос принципиально. Если мы можем... Сама постановка вопроса Канта состоит в том, что создаемость состоит из материи, пространства и времени. А еще очень интересно, а вот белизна ее, как таковая, может пониматься просто белизна вне формы? Да. Может, да? Тогда у тебя получается, что вещь в себе, она не трансцендентна. Ну я как раз об этом и говорю сейчас. Я и говорю, что у Канта получается, что вот эта материя, как бы не крути, она на самом деле не охвачена пространственной суверенностью, не охвачена формой, понимаете? И получается, что она доставляет как бы нам вещь саму по себе, и мы, получается, вот как я говорила, в белизне познаем вещь саму по себе. Но она по определению нам недоступна, поскольку вот эта граница непереходима. Значит, у Канта, Канту нужно задаться вопросом, что вот эта вот белизна или там материя? То есть заново поставят и все есть... А интересно, что у Иссотеля белизна вне формы невозможно. У Канта возможна белизна вне формы? Но я могу более тебе сказать, что у Фихта тоже невозможно, потому что Фихта это точку зрения, как ты правильно говорил, уточняет, и он говорит, что у него как раз качество является точкой. У Фихта качество является точкой, и как бы уточнил здесь Канта. Потому что у Канта на самом деле ощущение или материя, она вроде как не охвачена конструктивной или формообразующей активностью сознания. Да, она не охвачена. И поэтому относительно нее можно поставить опять же вопрос, а что в ней является собственно от субъекта, а что в ней является собственно от мира самого себя. Но если мы опять смотрим, опять же, так сказать, материя опять же разделится на то, что относится к нам, что относится к субъективным формам чувствуя, и с другой стороны то, что относится к миру себя. И мы уйдем опять в регресс некий, в бесконечный, где постоянно будет как оставаться какая-то часть неохваченная конструктивностью, да, и подносительно нее каждый раз надо будет заново ставить весь трансцендентальный вопрос. О том, что там от нашей активности, а что там от мира самого себя. В этом состоит собственно проблема, в этом состоит крах, собственно, проекта трансцендентального. В чем конкретно? А конкретно состоит в том, что нельзя вот в этой картине созерцаемой найти аспекты и сказать, что вот в этом состоит наша конструктивность. Потому что если наша конструктивность даже и есть, то она есть везде. Не только в пространстве и время, а все охвачено конструктивностью. Нельзя сказать, что это в пространстве и время, нельзя сказать, что это только ощущение. Все охвачено конструктивностью, и никаких моментов отдельных нету таких. Поэтому критика того, что как возможно чистое средство и пространство и время, она состоит не в том, что оно как бы невозможно, потому что опыт такой, а просто потому что пространство и время не являются аспектами нашей конструктивности. А нашим аспектом конструктивности является вся картина в целом. Нельзя выделить отдельные моменты. Вот в этом состоит, собственно, критика. Но если теперь, после вот этой критики, задаваться вопросом, ставить проект, трансцентральный проект Канта заново, и задаваться вопросом, что, с чем как бы сообразуется, то ли вещи сообразуется с нашими способностями, с нашей активностью, то ли наша активность сообразуется с вещами, то мы понимаем, что эти вопросы не нужны. Какая разница, если мы не можем выделить в этой картине, в чем состоит наша конструктивность? Если наша конструктивность пронизывает ее полностью, вот в каждой точке, что называется. Мы не можем как-то вот отдельный какой-то аспект взять и сказать, что в этом состоит наша конструктивность. Если мы это не можем сделать, то сама постановка вопроса перестает иметь значение. А поскольку она перестает иметь значение, никакого капринянского переворота нет, и нечего с этим носиться, как бы там, и думать, что здесь есть какое-то продвижение философии. В данном вопросе никакого продвижения философии нет. И более того, предположение вещей к себе становится бессмысленным. Если мы не можем продвинуться, эффективно продвинуться в понимании того, в чем состоит наша конструктивность, зачем предполагать, что есть какая-то другая реальность, какие-то вещи сами по себе. Зачем? Если этого предположения мы никаких выгодов получить не можем. Получается, что вот эта данность созерцаемая, это и есть последняя данность, никакой другой за ней данностью, которая сама по себе существует, нет. Почему? Мы же можем. Мы предполагать логически. Мы сами можем конструировать по-другому. Нет, послушай, мы предполагать логически, конечно, можно. Постановка вопроса в смысле логики здесь безупречная. Но она просто неэффективна в смысле ее разрешения. То есть поставлен вопрос, как обнаружить нашу конструктивность в этом созерцаемом. Обнаружить мы ее не можем. Потому что как мы могли бы ее обнаружить? Я не об этом. Я имею в виду, что сейчас в этой кружке мы видим кружку, она белая и так далее, глиняная. Но мы же можем какую-то другую абстракцию наложить. Смотреть на кружку, как на что-то другое. Но это уже не относится к... Что она не глиняная, а там какая-то... Хорошо, я понимаю. Да, это уже не относится к Канту. Это я понимаю, что ты говоришь. Может быть, как-то воображает, накладывает наше воображение. Все что угодно можно делать. И есть же абстракционисты, которые по-своему мир видят. И это все понятно. Но это не относится к Канту пока. Валь, ты прав в том, что ты подчеркиваешь после момента необходимости. То есть крошка дана именно формой крошки. Сколько у нее воображений накладывает, она все равно будет накладываться с необходимостью. Она вот такой формой и будет. Ну, видеть-то мы будем ее иначе. Ну, ты... Я не знаю. Я не могу, например. Не, понимаешь, мы можем видеть... Валя, наверное, можем видеть, как ты иначе там, может быть, под действием. Ну, ты же приводил к какому-то там суперсостоянию. С фотографии, что шизофреники видят, выпукывают. Да, они видят, а мы нет. Ну, они же видят. Да, это они. Это они могут. Валя, еще раз. А нормальный человек не может, понимаешь, в чем это делать. Канн пытается говорить о научности. Он пытается понять, как... Не что мы можем, если там захотим, да, как бы из воображения, из каких-то способностей, или из болезни. А в чем-то норма. Да. Просто удивляется, что данные шизофреники их видения богаче. Может, там это и есть то, что есть? Ну, это да. Это совсем не то. Глокнул нашего любимого ЛСД. Я тебе вкладываю в другом, что... И видишь, в них, как он есть. А нам не дано. Вот ты говоришь, что то, что мы видим, это как бы... Наша абстракция, ну, мы абстракцию, может быть. Мы до разума еще не дошли. Форум мы придумали, пространство, да? Да, у Канта есть еще будет и разум, и разум. Но это абстрагирование наше. Но мы же можем как-то иначе все абстрагировать. Во-первых, здесь никакого абстрагирования нет. Пока речь идет о том созерцании, о котором ты созерцания. Без понятия. С самого начала сказать. Пока понятия нет. Ты не можешь ничего тут абстрагировать. Разговор об абстракциях не идет. Речь идет о непосредственном восприятии. А вот созерцании, как оно есть, без понятия здесь еще нет. Хм, попроще скажу. Вот собака, например, или обезьяна, или попугай. Он же совершенно иначе видит у кружки. Но он же ее видит. Это не важно. Во-первых, мы не знаем, как животное видит. Это не философский разговор. Ты можешь говорить только о том опыте, который тебе известен. А известен тебе опыт. Только человеческий. Это не философский разговор. Кстати, это было бы грандиозным результатом. Если бы удалось на постоянной основе воспроизводить, например, кружку, ну там, физика, ЛСДшника, кислотника или шизофреника. Или собаки. Ну, собаки никак, наверное, а с точки зрения этих. Это было бы грандиозным результатом. Чего? Вот этот результат был бы не... Он бы как бы такой... Он имел, как я люблю, большие расхождения с гуманитарной философией. Философикант, она гуманитарная философия. Просто, какая разница, как видеть ЛСДшник? Увидеть он эту кружку, не знаю, в виде там другого. Не важно, просто он ее видит. Не, та же философия действует, что и есть. Если бы была возможность доступа, мы же не можем как бы выйти из своего мира форм. А если бы у нас была технологическая возможность выйти из нашего мира форм, из наших форм восприятия? Ну да. Какая разница, все равно... Это не гуманитарный эксперимент. ЛСДшника то же самое, только в других цветах. У вас всегда заносит какие-то... Причем диска. Причем диска. Его конструктивность необходимая. Здесь нет никакого производства. Ты не можешь придумать так или иначе. Его-то да, это правильно. А мы, вот Валя предлагает, он предлагает такой технологический эксперимент, который... Необходимая конструктивность карта, она как бы снимается. Как это? Да как-то. То есть это нашкиляться там, да, на котиками, и она снимется. Но это же не разговор несерьезный. Как она снимется? Именно не в то, что она снимется, а то, что у тебя чертихи будет в глазах. То есть не об этом речь идет. А о том, что возможен некий эксперимент, когда ты можешь выйти за предел своей формы. Ну, за пределом, скажем так, привычный форма, будет другая форма. Какая разница? А вот просто вы спорите за предел формы. Вдруг такой эксперимент возможен? С точки зрения карты нет. Ни в коем случае. То есть с точки зрения чего угодно? Нет, ни в коем случае. С точки зрения чего угодно невозможно. Почему? Ну, вот Валя вспоминал этот эксперимент с выпуклой и вогнутой маской. Привешь выпуклую и вогнутую маску, фотографируешь, нормальный человек всегда ее воспринимает, по-моему, как выпуклую, да? Да, сейчас это такое, я не помню. Я тоже не помню, кто такой. А шизофреник воспринимает, как выпуклую? Знаете, я понимаю, они могут ее воспринимать, как она есть на самом деле. Либо выпуклая, либо... Надо всегда не путать, как бы, то, что говорит Кант, чтобы знать, что говорит Кант. И всегда отличает от того, что вы можете придумать и сказать по этому поводу. Надо сказать, вот есть Кантовская точка зрения. Можно потом какого угодно своей выразить. Но это не Кантовская. Это не Кантовская точка зрения. Я понимаю, но это просто для того... Нам просто интересно. Мы просто, мы же занимаемся... Мы же чего-то делаем. Мы пытаемся уйти от гуманитарной философии и прийти к чему-то настоящему. И Валя предложил определенный эксперимент, который мы вращаем. Прежде всего, к этому настоящему прийти, вот я вот проделал критику, которую я высказал. Она состоит в том, что поскольку созерцаемое мы рассматривать как конструктивность не можем, и даже если мы такой вопрос ставим, то все равно эффективным решением мы найти не можем, поскольку от этого вопроса просто отказываются. От него отказывается уже фильтр. Постепенно... Но он еще не до конца отказывается. У него еще есть рассуждение, которое приводил Экель, да? В фактах сознания, что вот качество это точка там, и она растягивается в пространстве и времени, да? Как в некой субъективности. Но Гегель полностью от этого разговора отказывается. Полностью. Он уже полностью этот проект уже хороан. Так вот, важно, что здесь. Важно, что феноменология, да, а феноменология, я утверждаю, начинается с Гегеля, да? Начинается с того, что вот это вот созерцаемое, это последняя данность. Никакой задней другой данности нет. Это последнее, что нам дано. И предполагать ее конструктивности бессмысленно. Созерцаемое? Да. С этого начинает Гегель. Что вопрос ставить о том, что созерцаемое является нашей конструктивностью, бессмысленно, он не разрешен. Даже, конечно, поставить вопрос можно. И наверняка мы на самом деле мир воспринимаем по-человечески, только в наших каких-то конструктивных особенностях, да? Но тем не менее, мы решить этот вопрос не можем, поэтому мы его оставляем и считаем, что да, он субъективный, но и что, мы ничего сделать с этим не можем. Но эта субъективность, она необходимая, она непроизвольная. Вот не можешь ты по-другому видеть, ты видишь только так, как видишь. Не знаю, насколько пока не может. Да, есть такой замечательный... Вот ты столкнулся с миром шизофреников, или с миром каких-то инопланетян, но увидел совершенно другие абстракции. Нет, есть более интересный, я говорю, есть такой замечательный американский подкач. Чем кончается всегда философия? Всегда философия кончается этим... Филипп Дик. Потому что где-то что-то есть. Филипп Дик есть такой замечательный. Он адресуя Канту в фантастических романах, про Канту их говорится. Вот мы же что, хотим верить с места на место, мы садимся на машину и едем. Да, кстати, надо заметить, что у Канта представление о каких-то существах, которые могут вне пространство-время, о чем-то у них есть. Надо признать, что то, что Игорь говорит, соответствует Канту. Вот это соответствует тому, что написано критическое роман. Они могут по-другому путешествовать. Там специальный наркотик есть, ты его принимаешь, этот наркотик, шмяк, и ты в другом времени. Шмяк, и ты обратно пошел. И вот таким образом, и пространство так же путешествуешь. То есть не нужна машина, тебе достаточно принимать какого-то наркотика. У Филиппа Дикого посещалось десяток романов. Трама с Кантом, с Ацилом. Это я просто так говорю. И таких вот и вещей есть. Просто мы будем двигаться по Канту дальше на самом деле. Нам же самое важное понять, как Кант понимает субъект. У Канта очень странно понимается субъект. Настолько странно, что до сих пор никому не понятно. Потому что у него субъект является вещью в себе. Казалось бы, да? Для каждого из нас я это самое достоверное. Например, Генни начинаешь с того, что есть две достоверности чувства и достоверность самого себя. А вот у Гегеля я не является достоверным. Оно нам дано только как явление. Вот это вот созерстаемое, как я еще раз говорю, просто каждый раз буду возвращаться к этому, это называет он явлением. А то, что само по себе существует, это как бы наумен. Мир нам недоступен. Так вот, получается, что у Канта, что вот это я, которое казалось бы нам дано достоверным, оно не является вещью в себе. Мы к нему пробиться не можем, мы можем знать только явление. И вот это любопытная вещь. Мы разбираемся с субъектом, которого обсуждали у Канта. Теперь мы пытаемся понять, как субъекта понимает Канн. И он понимает очень нетривиально. Настолько нетривиально, что, например, Гегель просто руками разводит. Он говорит, я не понимаю, что тут Канн говорит, как это может быть так, что казалось бы я, оно нам достоверно, как оно может быть, эта вещь в себе, как оно может быть нам не дана. Ну, еще, кстати, я хотел бы сказать, что по поводу того, что ты говорил, что никакие опыты ни с наркотиками, ни с психическими болезнями и так далее не позволят действительно решить этот вопрос, то есть как бы вычинят в картине, что от мира, а что от нас. Да, это так. Это постановка вопроса неразрешима. И, собственно, я говорю, Гегель, который является вершиной классической философии, не классической немецкой философии, как раз этот вопрос вообще оставляет и начинает с того, что чувство нам достоверно, чувство нам достоверно, вне сомневаться нельзя, постановка вопроса о том, что она конструктивно поставить нельзя, можно только брать ее как данность, как внещность то, что дано. И это есть постановка вопроса феноменологической философии вообще, с этого начинает также Гусер. что вот есть некая данность и мы можем только от этой данности отталкиваться, как-то с ней разбираться, пытаться понять, что она собой представляет. Все. То есть ничего другого нам не дано. Двигаться дальше туда, пытаться пробиться, как там, до нашей конструктивной активности, как он выглядит сам всем, мы и не можем. И постановка этого вопроса, она бессмысленна. Хотя логически, логически, никакой ошибки у Канта нет. Все сделано безопречно логически. Просто она этот вопрос, этот вопрос не разрешила. И трансцендентальный проект, я говорил, что он на самом деле ей не удается. Хотя, вот мы дальше будем рассуждать, я расслаблюсь. А у кисты, кстати, возможно. А вдруг возможно. Я думаю, что просто, если, как говорят многие, уповать на развитие науки, то с развитием науки будет происходить только одно. Мы будем, как бы, как бы сказать, вот эту плоскость, скажем так, вот делать, как говорят, плоскость, которая вот... Нет, мы просто будем делать, скажем, вот так вот, срез некий, да? Вот, то есть, мы отодвинемся, мы эту плоскость отодвинемся чуть-чуть дальше, да? Мы увидим, что вот, да, вот, условно говоря, была вот изначальная какая-то плоскость, да? До всякого развития, скажем, науки. Мы можем взять микроскопы, эффект его применить. Чуть-чуть отодвинемся, да, мы увидим, что, да, ага, вот это на самом деле, как бы, уже... Уточни, мы можем только уточнить детали. Да. Мы, конечно, всегда... Еще, 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 отодвинем так. А может быть, все окажется совершенно по-другому? Ну, это самое логическое, но просто. А может, с другой абстракцией, все окажется совершенно неизвестно. Не абстракция еще. Вот, как бы ты говорил, с вами. Вращалось от Земли, солнце вокруг Земли, оказалось Земля вокруг. Может, еще как-то по-другому все подорочится? Нет, ну это разговор вообще, как бы, а может быть, там... Да, это не философский разговор. Даже и не научный разговор. Понимаешь, тут же вообще складывается просто простая логическая картинка, да, как все выглядит. Вот есть некая плоскость, за которую пробиться не можно. Оказалось же, что не так, что все-таки Солнце... Такая возможность, так сказать... Всегда была. Да, всегда была. И более того, есть древние философы, которые утверждали, что Земля вращается вокруг Солнца. Я не помню, кто, то ли Ксинопан, то ли кто-то там. Есть, короче, такие. То есть это на самом деле логически, возможно, всегда было. Просто как бы на ней не настаивали, и все. Ну так вот, может, и мир вообще не такой. Вот мы наш, то есть... Как раз, ты другим его не видишь. Ну так, может быть, другой разум видит его другим. Да нет, ты другой разум-то не видишь? Разум шизофриеник и ринопланетяльный. Волновь, возможно, следуя за Филиппом Диком, он просто не синтезировал мне такой препарат, который позволяет его лечить. Для этого тебе надо стать теми-эндопланетяльным. Да, но вот этот разговор, как стать теми-эндопланетянином, это и есть разговор невозможности. Понимаешь, ну как можно стать теми-эндопланетяльным, да? Он же ведет же канты таких инопланетянок, которые могут вне пространства и времени все созерцать. Что как будто бы вот какие-то другие существа. Ну надо же им стать, как это может стать? Надо из себя выпрыгнуть. Просто, а вот как ты говоришь, когда такую вещь синтезировали, да? И мы бы сказали, вот это, это бы, скажем, это от мира, да? А это, а это... Это от моей формы. Да, это от моей формы. А потом бы мы еще внимательно присмотрелись к тому, чему от мира, так сказать. Синтезировали там еще наркотик-2 какой-нибудь, так сказать. И оказалось бы, что и это можно как-то разделить, понимаешь, там? Что в нем есть это, а ты что-то от мира... А ты уже регресс бесконечности входит. Так это есть. Это называется кислотный инстазм. Может, в имени нужно... Так это не он уходит в регресс бесконечности. Это будет... Это кислотный, регресс бесконечности. Это не важно, ты их наркотик ты принимаешь или наркотик, это не решает вопрос. Да, вопрос не решает. Само основной вопрос состоит в том, что тот мир, который мы создавим, он единственный там. Но мы его можно усилить в деталях, взять какие-то приборы, да? Это что-то там, я не знаю, там микроскопы какие-то. С другой стороны, у Канда, наверное, даже... Его можно только в деталях увеличить. Даже факт существования того, что вещь существует сама по себе, но существует она сама по себе, она непознаваема, то есть... Ну и пофиг. Не, ну я же говорю, это... Даже если она существует сама по себе, то... Представление о вещах самих и себе, Який же правильно сказал. Как она существует? Что она существует? А technically она, поскольку она непознаваема, это просто некое логическое допущение. Да, просто логическое допущение, что она существует. То есть она никак не сказывается на... Да, она просто, условно говоря, логическая, некая логическая необходимость, когда мы рассуждаем о конструктивности. Если есть некая конструктивность, значит должен быть предыдущий шаг, когда конструктивности не было. Есть конструктивность, когда она воплощена, и конструктивность до этого. Логический долг. Не во времени до, а логический. Как они разорваны, а потом как они соединены. Разорваны они как? Чистые созерцания, мир сам по себе. Они синтезируются вот в эту границу, которую мы называем созерцанием. Мы эту границу с созерцанием можем двигать, но она всегда будет вот этой границей между двумя. Эти два всегда будут склопываться, и склопываются они вот на этой границе. И эта граница то, что мы видим. И на исламе еще можно так сказать, что... Вы понимаете, утверждение, так сказать, о том, что познавая, да? Если мы можем вычинить то, что от мира, да? То это как бы получается, что мы нашли то, что познавая мы не меняем. Но это как бы утверждение точка по сравнению с тем утверждением, что познавая мы меняем. Вот это вот последнее утверждение, как бы континуум, словно говоря. То есть, ну это вот утверждение о том, что познавая мы не меняем, оно исчезающее маловероятно. По сравнению с противоположным, ты живешь в квантовой механике, в квантовой механике. Всякий раз мы же даже зарегистрировать не можем движение электрона, да? Потому что регистрация есть изменение самого состояния электрона. Так же и здесь. Да, так же и здесь. На самом деле логика та же. Что всякий раз познавание, оно есть на нашей активности. Мы эту активность накладываем на сам мир. Но вопрос ставится не так, что на самом деле мы как-то хотим пробиться и вещать сами по себе, как мир сам по себе. Просто надо вопрос сам снять, саму постановку вопросу изменить. Отказаться от предположения такого. И рассматривать, что то, что мы созерцаем, это все, что есть. Никакого другого там по ту сторону. Ничего этого нет. Ну, с другой стороны, почему? То есть, получается, оно есть. Отказаться от этого. Так та же физика, как правило, это и доказано, что есть некие вещи, которые мы не можем. Увидеть, пощупать и так далее. Но тем не менее, они себя проявляют. Как это? В экспериментах. Существует только то, что есть на них. Ну, вот мы не меряем. То есть, там, не знаю, там, где-нибудь потенциал, там, цветность, да? То есть, кварки имеют цвет. Что это такое, это непонятно. Это не что-то магнитный францал, ты его не... Он же есть, с другой стороны, ты ее когда-нибудь не можешь. Хорошо, тройка есть, но тройка есть. Вот есть вот это число тройка. Где? Покажите мне, где тройка. Тройки нет, понимаешь? Ну, все-таки она есть, да? Ну, как это, это просто, это разговор о том, это какое отношение математики имеет к реальности. Нет, это реальность. Это не абстрактное представление, да? То есть, три, это абстрактное число, то есть, оно у нас на голове. А эти свойства, они реально проявляются в мире. Нет, это парадри. А я теперь говорю слово такое, кракату. О, как асала. Нет, просто как кракака. Вот это, что это такое? Ты, можно, и слово есть, значит, что это реальность, это уже соответствует. У тебя логика такая, вот, это, есть математические силы, значит, что-то в реальность должно соответствовать. Я говорю, кракака, что это, я сам не знаю, что это такое. Это какой-то зубок, да? Нет, не об этом. Нет, об этом идет речь. Нет, не об этом. Нет, не об этом. Ситуация, если бы была физическая реальность, как тройка, просто вот. А, вот сила была бы, да? Тот же потенциал, он себя проявляет. Тройка. А три, а три, три тебя проявляет. Бери единый бог. Кракаку у тебя проявляет так? Ну, это уже обычная фантастика. Да я просто имею в виду, что... А потенциал проявляет, можем мерить что-то там, не знаю, там, ищупать, не знаю, и так далее. Это не потенциал проявляет, это проявляет, есть некая математика, и мы из математики интерпретируем некие математические вещи и называем их словами. Нет, потому что есть некое явление. Как сопоставить-то? Математик будет переменять, есть некое явление. Ну, это там есть потенциал, что ли? Нет никакого там потенциал. Чисчицы сталкиваются, и получается, что должно быть некое свойство там под названием, там, цветность, чтобы описать получающийся результат, но пощупать и померить мы его не можем. Мы можем только предположить, что оно должно быть. То есть вот оно вот есть. Я сейчас говорю, это успешность математики, как бы, да, в освоении мира, на самом деле, ничего. Это еще не понятно. Может быть, так получится, что все, вот мы как раз на семинарах об этом обсуждали уже, да, что все представление современной физики, это просто ничто, понимаешь, это просто как бы и градинское. Придумали математику, наложили ее на мир, да, и типа вот все поняли. Ничего не поняли, понимаешь? Может быть. То есть, даже как и слова, мы какие-то, мы уже оперировали, наложили их на мир, спроектировали, да, и казалось бы на мир понялись. Понятие на мир. Это и говорит о том, что как раз, может быть, вещи к себе-то и существуют. То есть, мы что-то накладываем, то есть, мы вот эту плоскость видим. Понятие наложили на мир. Мы не видим эту плоскость. Придумали Бога, наложили на мир. Ну, например, понятие Бога наложил на мир, и стал Бог осуществовать. И куча христиан, тот же сливали, начали ему поклоняться. И вообще куча всяких там абстракций на предыдущих, все наши знания о мире. Но мир, может быть, совсем не такой, как его человек-быстрый, вообще не такой, на самом деле. Или там, для другого какого-нибудь существа. Для другого какого-нибудь существа? Все, он выключил. Нет, и что? Да, выключил. А что? Так мало говорили-то. Щенчец, наверное. Сощай. Щи, так сказать, нереально, нам нужно разобраться с Кантом, что у него там. Давайте последний заход сделаем, просто для того, чтобы анонсировать будущие семинары. Вот смотрите, мы сейчас разобрались только с одной способностью, способностью восприимчивости или созерцания. На самом деле у него еще есть рассудок и разум. И с ними там тоже много есть и вопросов, и много интересного есть. Например, из того, как Кант понимает разум, растает философия Гигеля. Причем Гигель сам об этом говорит, что он больше всего поражает Катей, и то, что он видит в Кате самое главное, это антиномия его. Антиномия разума, как бы из них вырастает все, как то, что называется спекулятивной философией Гигеля. Ну, то, что принято называть почему-то диалектикой Гигеля. Хотя диалектика, под диалектикой Гигель понимает совсем другое. Ну, благодаря Энгельсу и Марксу, диалектике Гигеля стали понимать то, что Гигель считал и сам называл спекуляцией. Потому что под диалектикой понимается определенного рода термин, который относится еще к Платону и Ярису. И это никакого отношения к тому, что Гигель называет спекуляцией, не имеет. Точнее, Гольта, он критикует диалектику и предлагает нечто другое. Но неважно. В общем, суть вопроса состоит в том, чтобы мы, на самом деле, когда мы рассмотрим рассудок и разум, мы перейдем, возможно, перейдем к Гигелю. И отсюда будет просто понятно все движение. А на самом деле, до этого, нам еще очень важно разобраться с субъектом, как я говорил. Потому что субъект у Канта является вещь в себе. И это странно. И нам нужно будет отнести это представление о субъекте с декартовским пониманием субъекта. Почему у Гигеля все прозрачно, у него никаких проблем и сомнений в этом не возникает, а почему у Канта как-то здесь странно? Вот так. Ну вот, я на этом предлагаю завершить, Семенов, да? Ага.